Так, ребят, всем снова огромный привет! Мне предложили тачку на обзор И в этот раз Вот можно сказать, одна из тех тачек Которые я всегда мечтал когда-либо приобрести Просто чтобы разобрать И забыть как страшный сон Поездить на ней может быть максимум несколько недель Но это одна из самых дешевых тачек По крайней мере у нас в Финляндии Для города Один из самых популярных вариантов На нем ездят как студенты, бабушки Ну и кто-то может просто на работу на ней ездит Вот, эта тачка предоставлена одним нашим знакомым Который просто ездит на ней до тех пор Пока она еще ездит и проходит техосмотр Что очень, кстати, и важно Вот, итак, перед нами Фиат Фунта 2002 год То есть это второе поколение Дори Стайлинг Как вы видите, конечно, здесь уже некоторые элементы заменены Но никого, конечно, это не касается Поэтому зачем ее там накрашивать Просто поменяли крыло Главное, что оно более-менее нормальное Потому что здесь, видимо, сзади проржавело Вот, и похоже, что-то тут делалось С дверьми, потому что здесь уже как бы разные цвета Здесь, похоже, ремонтировали просто вот так вот Да, кстати, замазали просто поверх Но все это пофиг Дело в том, что цена этого автомобиля, как мне сказали Пять лет назад, в 2015 году Была всего лишь 300 евро Пробег меньше 200 тысяч до сих пор Я понимаю, конечно, что Понтов на ней вы не словите Но Просто ездить Это один из лучших вариантов Давайте, значит, посмотрим Хотя бы для начала багажник Так, нам нужен ключик Да, здесь есть брелок Здесь можно открыть, получается, двери с пульта Закрыть, открыть Вот Ключом открывается багажник Только что разработали, он просто закис Вот Газовые упоры уже меняные Но это все фигня То есть здесь место 264 литра Если сиденья опустить То будет уже почти там Даже больше тысячи литров объем То есть можно даже небольшую какую-нибудь там Какой-нибудь шкаф там даже перевести небольшой Ручки Здесь, конечно, две Но они вот такие вот дешевенькие Просто встроенные в пластик Есть даже задний дворник Он, кстати, рабочий Обычно за такими тачками видел Что у них просто отсутствует дворник вообще как таковой Но это тоже никого не волнует особо Интересные такие длинные задние фонари То есть здесь куча лампочек Очень часто с ними бывают проблемы То есть земля пропадает То есть контакт на землю И когда вы включаете поворотник У вас мигает здесь гирлянда Но ничего не понятно То есть то ли вы поворачиваете То ли вы тормозите То же самое, когда вы нажимаете тормоз Зажигается поворотник Вот, ладно Вообще, конечно, автомобиль весьма интересный На самом деле То есть если, допустим, вот я Попытаюсь сесть, ну, примерно сам за собой Ну, вообще, если честно Даже если вот все отсюда убрать Не, ну это вообще, конечно Здесь даже детям, наверное, будет очень тесно Я упираюсь в сиденье То есть рост оператора примерно как мой Вот сейчас я попробую закрыть дверь Ну, в общем, как бы чувствую себя Как в конуре какой-то Сзади у нас весла Выходить более-менее нормально Относительно размера этой тачки Ну, то есть вдвоем можно сидеть Очень-очень, конечно, сложно Но можно втроем Лучше туда вообще не залазьте Но, однако, стоит обратить внимание Вот сейчас оператор покажет Здесь есть вот такие вот пластиковые клипсы Чтобы поставить вот так вот Да Чтобы просто не бренчали эти замки Ладно, посмотрим теперь водительское место Вот знаете, вообще Я мечтаю о такой тачке Просто чтобы Чтобы когда-нибудь сесть в нее И почувствовать, что В принципе, у меня все не так плохо В принципе, все не так плохо Здесь нет кондии В данной комплектации Подогрев сидений есть Это уже большой плюс Есть у нас ручник И, что очень важно У нас есть Электроусилитель руля Ну, обогрев заднего там И прочее такое там Передние у нас Так, заведем автомобиль Вот, заводится Передние у нас Стекла на электрике Вот они работают Зато зеркала у нас механические Но зато ничего не будет ломаться То есть тут механика Динамики есть Как здесь, так и здесь Здесь, правда, все будет бренчать Что хочется сказать Вот у нас сейчас режим сети То есть вот Сети включили Выключили Вот, включили Знаете, по городу Этот автомобиль Ну, просто супер Так вот едешь Рулишь одним пальчиком Вообще, можно сказать Просто кайф Вот Ну, а в остальном, конечно Удобства не такие уж У нас управление освещением Никакого круиза, конечно же Здесь и в помине не было Хотя бы есть дворники И то радует Ну, и пепельницы Вам все Кармашки В принципе, как бы для своего класса Здесь очень много всяких кармашков Здесь кармашек Здесь кармашек Тут на дверях Тоже кармашки Маленькие такой для мелочи Здесь побольше Здесь кармашек Вот здесь у нас пинцет Которым владелец достает Предохранители иногда Здесь я даже не знаю Для чего ему Плоскогубцы Лучше не будем спрашивать Всякие перчатки Тоже небольшая ниша Что, конечно, касается Безопасности То, конечно, этот автомобиль Вот для трассы Я бы не рекомендовал Во-первых, у нас всего, по-моему, здесь одна подушка Никаких шторок нету И только в каких-то очень дико дорогих комплектациях Самых, можно сказать, максимальных Можно поставить подушку пассажира И вроде бы Я не помню То ли с 2002-го То ли с 2003-го Уже шли даже дополнительные боковые подушки Вот Давайте заглушим Ну, аудиосистема, естественно, не оригинальная То есть люди обычно ставят сюда какую-нибудь базовую Такую обычную систему Ну, из регулировок сидений у нас есть по высоте Вот эта вот дергалка О, сидение уже идет вверх Притом интересно так работает механизм Естественно, спинка Ну, а у руля Также есть возможности регулировки Только лишь по углу Вот так вот На вылет металл Вот Ну что ж Самое интересное Движок Так Открывается Спица Вот Спица у нас есть здесь Вот Ну, что мы видим Как и на всех движках 1,2 литра Их было много То есть 1,2 60 лошадиных сил Как в нашем случае 8 клапанник Так и был 16 клапанник 80 лошадиных сил Но если честно Как бы разницы между ними особо нету То есть как бы Они тянутся примерно одинаково Он Сыт маслом вообще везде Это нормально Вот Вот на это, кстати, можно не обращать внимания Просто доливаете масло Вам не нужно Менять масло Вы просто доливаете Ездите У меня, кстати, один знакомый так делает Ну, не на пункта Но на других тачках Когда масло вытекает Не нужно его менять Просто доливаешь Меняешь иногда фильтр И все дела Аккумулятор Очень маленький, кстати Такой квадратный Я таких еще не видел В таком вот корпусе Здесь предохранители Получается Все очень просто Везде можно подобраться Двигатель Можно обнять Если хотите Вон, получается, у нас здесь Генератор сзади Даже в таком месте К нему подобраться Вообще Очень даже легко Там у нас что-то капает Но не будем обращать на это внимание Там у нас пуск Здесь выпуск Ну, выхлоп Получается Коробка Воздушного фильтра И, в принципе, у нас вон форсунки Все, везде можно подобраться Поменять высоковольтные провода Без проблем Катушку поменять Без проблем Да тут, в принципе, снимаешь эту крышку Меняешь там лямбду Меняешь маленький катализатор Который у нас находится здесь Вообще Вот у нас радиатор К нему тоже доступ огромный Так как здесь у нас нету даже кондея Здесь вообще места дополна Ну и к лампочкам тоже доступ вообще огромный просто Я, конечно, вот смотрю так Это механизм дворника Никаких проблем сломался Меняете на ходу, можно сказать Вообще этот автомобиль Он, конечно, да Он имеет много проблем Как по электрике Так и по всяким протечкам То есть где-то течет масло Где-то бывает течет антифриз То есть люди просто их ремонтируют сами Здесь вообще никаких сложностей нету Здесь, наверное, самое сложное, что может случиться Это то, что у вас сгниет кузов Если когда-нибудь такое случится Он, в принципе, гниет не так характерно Как на других автомобилях Но, конечно, вот бывает так Что арки там и вот эти вот места Они, конечно, потом ржавеют со временем Но это все мелочи Все это тоже можно заварить То есть люди делают это Что касается движка еще Хочется сказать, что разгоняется этот автомобиль до 100 Да, на нем можно ездить 100 и даже больше километров в час Максимальная скорость, кстати, 155 Он разгоняется за 14,3 секунды То есть это, знаете, ну как бы такой вариант Что на трассу, если вы выезжаете То приготовьтесь к тому, что вам нужно Просто нужна своя полоса Чтобы вам разогнаться и выехать нормально на трассу Либо вы на второй, на третий Там выкручиваете движок до максималки Там до отсечки И тогда все у вас получится Вот Ну, в целом, конечно, коробка у нас Пятиступка механика И да, она тоже не совсем надежная То есть бывает так, что она сыпется И, в принципе, все Можно зато найти на разборке То есть просто берете Покупаете коробку Покупаете движок Ставите все это сюда Кстати, движок очень просто ставить Я смотрю, вот действительно Это действительно автомобиль, наверное, моей мечты Когда-нибудь реально нужно Вот летом купить такой автомобиль И просто его полностью разобрать По гаечке Все вообще Чтобы все фары Все разобрать здесь Это реально Вот я действительно только на картинках их видел раньше Но я понимаю, что это самый практичный автомобиль В истории, который я когда-либо видел То есть тут вообще везде легко подобраться И на самом деле, конечно Даже вот ремень ГРМ Если порвется На восьмиклапаннике, по крайней мере Никаких проблем Вы просто идете в магазин Покупаете новый ремень Можете купить, кстати, насос, помпу Ну и меняете Если не получилось Никаких проблем Ставите заново Пробуйте Не заводится Делайте заново Потому что здесь не загибает клапана Да, еще хотелось сказать про омывайку Вот мне подсказывает оператор Что здесь вот такая вот пробочка И вот туда вы должны заливать Жидкость омывайки То есть воронка Здесь пригодится Это точно Ну, а в остальном, конечно Это реально один из самых Легко обслуживаемых автомобилей Который я вообще когда-либо видел Там даже никакой защиты Можно посмотреть У нас Вон земля видна Вон моя нога там будет сейчас видна Во! Во! И вообще как бы Этот автомобиль очень мало весит Поэтому Его можно просто Загнать на какую-нибудь яму Даже просто вот в песке вырыть яму Загнать автомобиль И ремонтировать там Менять масло Вообще все что угодно можно делать Просто супер Да Ну что я думаю Давайте уже Прокатимся На этом Чудо автомобиле Так, давайте заведем Педали очень близко друг к другу расположены Кстати, стоит отметить Что у нас всего один плафон Он вот такой вот получается Здесь зеркало Одна всего лишь ручка Только лишь у переднего пассажира У меня нет ручек Сзади нет Зеркала у меня у водителя нету Это ж вообще что-то с чем-то Ну да ладно Сейчас я настрою под себя Да, кстати Есть поясничный упор И он работает То есть у нас у водителя Есть поясничный упор Это B-класс И здесь есть такая штука Это офигенно круто Это уже как бы большой плюс Так, первую включаем Поехали О, я привык уже на автомате Но здесь у нас механика пятиступка И кстати, вот по гравию едем Ну да, конечно Она вся дребезжит Но на спину, кстати, не передается Сидения реально удобные Мне оператор сказал У нее такая была тачка Вот И управление сети Электроусилит Вообще классно То есть я вообще руль не чувствую Он вообще какой-то такой вот Она, кстати, даже немного рулится так Ооо Ладно, давайте сейчас выйдем Попробуем немножко разогнаться Похоже, я все-таки отменю режим сити А то как-то действительно Ватный руль неприятно То есть к нему нужно просто привыкнуть И потом все будет замечательно Но я пока еще не привык к этому Да, вот так вот, конечно, люди на таких ездят Но я говорю Вот для города вообще Одна из самых лучших машин У нас такие любят Но На трассу Вот сейчас мы выведем Это, конечно, что-то с чем-то То есть Я понимаю, она едет Да, она разгоняется за свои 14,3 секунды Но Но Если что-то случится на трассе Просто Я не знаю, что будет Это, конечно, небезопасная машина На самом деле Так, первая Поехали Ооо Сейчас мы на трассу поедем 120 разгонимся 3,1 Ну, коробка более-менее еще живая Движок тоже Несмотря на то, что он весь в масле Это нормальная, стандартная тема Самое главное Просто следить за уровнем И не запускать И все будет у вас нормально Вот В кочке, конечно, на таких маленьких ясочках Лучше не заезжать Так, вот Можно ехать 120 Я ставлю первую Останавливаюсь совсем Вот 0 Нету у нас тахометра Поэтому не знаю, сколько можно крутить Ооо 60 Ну что-то я ее зря ругал Она вообще нормально разгоняется 80 Третья Так Вот тапка в пол 110 Я могу кофе попить сейчас Разгоняемся до 120 Вот, 120 Вот Сейчас уже едем нормально У оператора есть еще что добавить? Ну что я могу добавить? Я могу добавить, что я на ней действительно ездил на такой же Точно, абсолютно Она прям один в один Даже цвет тот же Я ездил на ней Я ездил на ней более четырех лет Прямо это была единственная моя машина Основная Часто у меня претензий к ней особых не было У нее постоянно что-то отваливалось Я это все на место прикручивал И ездил Да, ездил по трассе постоянно Ездил в Хельсинки очень много Вот из Турку То есть это 150-160 километров Туда-сюда И Как бы ничего И по динамике мне хватало за глаза То есть вот я не знаю Что Наш Так сказать Автор ее ругает Нормальная машина Я хочу обогнать фуру Четвертая Я пошел на обгон В горку На четвертой Я третью просто не хочу уже Не ломай Да На самом деле у меня лично Вот эта машина То есть это Я уточню Это не моя машина Но она точно такая же Как была у меня И у меня как бы Постоянное ощущение Что я езжу на своей старой машине Она очень Прям Один в один Ну да У меня такой машины Вот реально А я ездил много лет Далеко ездил Я если честно Не хочу ездить на такой много лет Я желаю Собственник Этого автомобиля Купить себе реально Какую-нибудь нормальную тачку Пусть недорогую Но пусть какую-нибудь такую Ну чтобы было реально Можно по трассе ездить Без всяких опасностей Продать эту нам И в следующем летом Мы ее разберем Ну может быть Как вариант Ладно На этом говорим Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите вопросы Комментарии Пожелания Всем пока И до новых встреч